привет всем добро пожаловать на первый выпуск серии видео инвесторы сапквери мы собираемся поговорить со всеми инвесторами сапквери и узнать немного больше о них и почему они стали партнерами сапквери меня зовут джеймс бейли рад быть снова на связи с вами и сегодня мы поговорим с рейнеком пели он является села стратос одного из наших ведущих инвесторов из раунда серии а от видеть тебя рейник спасибо за приглашение очень рад быть здесь и так рейник расскажи пожалуйста о себе как ты попал крипту да конечно впервые я по-настоящему заинтересовался крипто в 2015 году когда я проводил небольшое исследование банков финансовых технологий и развивающихся рынков и наткнулся на этериум я посмотрел на технологию или скажем на то чем она должна была стать и подумал что если это станет тем чем кажется то может случиться так что это изменит мир и будет иметь большое влияние так что я решил уйти со своей работы это была инвестиционная фирма и основал стратос чтобы начать инвестировать в эту сферу довольно интересно что в этой индустрии много людей пришедших из инвестиционных компаний у тебя еще есть коллеги оттуда которых ты пытаешься переменить в крипту кстати да и могу сказать что сейчас людей легче уговаривать не знаю это от того что они видят движение цены и говорят да в этом явно что то есть или из-за того что люди относятся к традиционной финансовой сфере занимаясь своими делами начинают понимать в чем вообще суть крипты но все же я бы сказал что большинство людей еще не полностью погружены в это пространство но начинают понимать его достоинства и это не то как скажем как что-то вообще незнакомое да как это было в 2017-18 годах я тоже это замечал сейчас мы нанимаем много сотрудников и в разговорах с людьми я вижу гораздо больше заинтересованности в блокчейне как основе для будущего интернета они просто платформе для спекуляций где можно быстро заработать и это замечательно потому что это очевидно придает обоснованность тому что мы делаем и так расскажи нам как ты узнал о саппере как ты нашел нас и так я советник берклей блокчейн акселерейтор и благодаря этому мы познакомились с сэмом и оттуда выстроились отношения и знакомства с сапквери и и он файнэлити вот откуда все началось и хотел бы еще добавить касательно последней твоей мысли действительно кажется что за последний год люди пришли к пониманию что блокчейн это намного больше чем просто спекулятивные криптовалюты и я думаю что сапквери является прекрасным примером сапквери это очень важная часть инфраструктуры на которую никто бы не стал смотреть и говорить что это спекулятивное вложение на самом деле это что-то очень конкретное в том как вы можете определить его ценность в экосистеме и в него встроена экономическая система которая предназначена для того чтобы быть функциональной и устойчивой они просто тем что работает только при бычьем рынке поэтому я думаю что это прекрасный пример того как все движется в этом направлении для нас это очень важно в некотором смысле сапквери является основополагающим элементом того технологического стека для которого вы сможете создавать все эти приложения в будущем будь то дэйфи или инфити или что-то еще мы проделали большую работу в этой фундаментальной области и в некотором смысле мы опережаем прогресс мы ожидаем огромного роста особенно валька дот но также во многих других что мы называем блокчейнами третьего поколения появляется чейны первого уровня третьего поколения и строит вокруг них свои собственные сообщества и достаточно глубоко вовлечен сообщества паркадот или скажем в это направление блокчейна мы также являемся частью венчурной системы полка дот и активно участвуем в сообществе наблюдая за следующей волной проектов которые появляются и строятся на инфраструктуре Polkadot, которая так и развилась. И я думаю, что Polkadot в целом действительно интересная экосистема, потому что она ориентирована на будущее с точки зрения того, как мир мультичейн будет выглядеть в будущем. И я думаю, что она была разработана с нуля, чтобы позволить различным командам создавать множество различных чейнов и иметь свои собственные версии определенных механизмов, консенсусов в параметрах и языках программирования. Я думаю, что SubQuery в некотором роде связывает все это вместе и позволяет людям понять, что происходит во всем этом пространстве, которое, на мой взгляд, действительно увидит довольно значительный рост в течение следующего года или двух. Было заложено множество кирпичиков, так сказать. Уже есть релейчейн, начали проходить начальные краудлоуны, и они явно оказались действительно успешными. Мы находимся на пороге значительного развития, которого, возможно, уже давно ожидали люди, являющиеся частью экосистемы. Но это потому, что все части должны были встать на свои места, и теперь я думаю, что именно здесь SubQuery покажет себя во всей красе. Да, краудлоуны очень увлекательны. Уже начались первые краудлоуны на Палькадот и на Кусама. Если не ошибаюсь, проходит уже 12-й или 13-й сейчас. Кажется, что в Кусама увидели, что это своего рода сумасшедшая идея краудлоунов сработала. И сработала очень успешно. И мы увидели огромное количество денег, которое было залочено по этим краудлоуном. И мы видим, как экосистема Палькадот и Кусама набирает обороты. И уже привлекает внимание и вызывает интерес со стороны более крупного ритейл-сообщества. Наблюдая за тем, что происходит с краудлоунами, можно узнать много интересного. Я думаю, с одной стороны, люди цинично относятся к экосистемам Палькадот и Кусама. Могли бы сказать, что по сути вам просто нужно бессрочно арендовать место в рилей-чейн. Но я думаю, что краудлоуны показали, что они являются отличным механизмом для вовлечения более широкого сообщества и широкого распространения токена управления конкретным проектом. И в этом смысле они действительно успешны. И я думаю, что если вы просто посмотрите на цены токенов проектов до и после краудлоуна, то окажется, что краудлоун действительно настолько увеличил рыночную капитализацию этих проектов. что фактически профинансировал стоимость аренды слота рилей-чейн. Так что это хорошо для всех вовлеченных сторон. Возможно, кто-то думает, откуда взялись все эти деньги, которые были залочены на краудлоунах. Это произошло из-за роста ценностей экосистем Палкадот и Кусама. Это практически создано этим успехом само по себе. И в этом смысле это создает место для создания ценности, которое можно использовать с пользой. В противном случае ДОТ и КСМ своего рода плавали бы по миру, и им действительно некуда было бы деться. Так что на самом деле, когда вы смотрите на это целостно, это система, которая функционирует очень хорошо. Так что если взглянуть на всю систему в целом, можно сказать, что эта система функционирует очень хорошо. Это отличное применение той тактики, которую, как я думаю, все пытаются использовать. Она заключается в блокировке предложения токенов для использования в качестве рождения ценности или доходности. И это очень интересно. Один из наших самых успешных или один из самых популярных проектов в сапквери – это проект, который представляет данные о краудлоунах на различные сайты. И было потрясающе наблюдать за ростом этого проекта, особенно когда начались краудлоуны и аукционы в Палкадот. Он просто взлетел до небес. И мы нашли все эти сайты, используя данные и сапквери. И что я хотел бы сделать, когда пыль немного уляжется – это сесть и глубоко покрутиться во все эти краудлоуны и аукционы, и выяснить, что вообще происходит за кулисами, какие из них управляются сообществами, а какие – китами, или созданные общими силами. Знаешь, как говорят про Барака Обаму? Когда он впервые был избран несколько лет назад, люди говорили о том, что это первый пример того, когда каждый из огромного сообщества пожертвовал в среднем 20 долларов на эту компанию. Это своего рода пример, как были выданы слоты Палкадот и Кусама. Возможно, это хороший показатель того, у каких проектов самые сильные сообщества. Очень интересная мысль. И с удовольствием рассмотрю с тобой результаты твоего анализа, когда ты закончишь. Я подозреваю, что это будет выглядеть как степенной закон. И это просто характер того, как токены были распределены, и многие из них в экосистеме DOT и KSM. Но то, что ты говоришь, действительно подчеркивает, почему мы так воодушевлены по поводу сабквери. И основной компонент нашего инвестиционного тезиса заключается в том, что успех сабквери в значительной степени зависит от успеха всей этой экосистемы. Каждый случай использования, когда требуются данные и анализ, сабквери будет играть свою роль. Мы можем поговорить обо всех этих интересных вещах. А затем, если мы посмотрим глубже, мы поймем, что сабквери использовался для ускорения этого процесса. И одна из наших задач – пояснить, кто использует сервис, потому что мы находим все эти веб-сайты, построенные на наших данных. И это нормально. Основной особенностью нашей платформы всегда было то, что она открыта. Любой может использовать ее, любой может получить доступ к этим данным. Все, что мы делаем, это берем общедоступные данные, систематизируем их, и придаем им некоторую структуру, чтобы любой человек мог их использовать. И использовать эти данные более интуитивно. Мне понравилась твоя мысль. Расскажи мне о Stratos. Каков ваш инвестиционный тезис? Как вы рассматриваете проекты? Еще хотел бы добавить, что ты очень скромничаешь, когда говоришь, что берете общедоступные данные и помещаете их в место, где люди могут их использовать. Мы использовали пример Google в нашем инвестиционном документе. Google, по сути, делает то же самое. И очевидно, что это очень важная часть инфраструктуры веб-2. Саб-квери будет таким же и для веб-3. Я думаю, что в этом случае размеренность данных намного больше. Потому что у вас есть все эти исторические данные. Все эти данные транзакций в дополнении к структуре. Так что вы можете думать о Google почти как о структуре истории. Если попробовать провести аналогию, у саб-квери определенно есть огромный потенциал. И отвечая на твой вопрос об общем инвестиционном тезисе Stratos, я могу сказать, что мы думаем о мире в виде плана или дорожной карты. Мы называем это нашим планом веб-3. То есть у нас есть введение того, куда в конечном итоге пойдет мир. И здесь каждый использует какое-то приложение веб-3, даже не зная, что это веб-3. Это интегрировано прямо в их смартфон. Они используют децентрализованные финансы в своей повседневной финансовой деятельности. Следующая версия социальных сетей будет своего рода концепцией метавселенной. В игровом мире будет какой-то компонент веб-3. Или люди даже не будут знать, что это веб-3, а не веб-2. И это действительно важно. Есть много людей, которые уже находятся в мире веб-3. В целом они более молодые, но при этом достаточно технологически проницательны. Задача состоит в том, чтобы создавать приложения и среды, в которых его может использовать каждый. Чтобы мои родители могли использовать его, даже не зная, что они находятся в веб-3. Это реальный вызов. Я думаю, что это займет некоторое время. И я думаю, что природа передовых технологий такова, что люди, более разбирающиеся в технологиях, работают над ними на выходных и в свое свободное время. Являются теми, кто изначально продвигает их вперед. И я думаю, что сейчас это происходит с веб-3. Но для того, чтобы достичь этого будущего состояния, есть все эти части нашего плана, которые необходимо построить сейчас и потом. И есть пара основных вертикалей, которые мы рассматриваем как факторы, способствующие достижению этого конечного состояния. И они не обязательно происходят последовательно. Многие из этих вещей происходят параллельно и вместе разрабатываются. К примеру, инфраструктура в целом, идентичность, мобильные кошельки, приведение человеческого решения он-чейн, просто идея метавселенной. Я не говорю о метавселенной как о чем-то, что заменяет пространство реального мира, хотя это его подмножество. Я думаю, что метавселенная – это идея о том, что ваша интернет-жизнь имеет большую финансовую ценность, чем ваша повседневная жизнь в реальном мире. Как повальное увлечение NFT сейчас. Это своего рода начало всего этого. Но мы рассматриваем сапквери как часть этого компонента инфраструктуры. И удивительно думать, какой объем сегодня есть у Web3 и крипты, учитывая стоимость транзакций в Ethereum. К примеру, если это потеря в 200 долларов на оплату только транзакции, это означает, что подавляющее большинство ежедневных он-чейн-транзакций нежизнеспособны. Но что происходит, когда стоимость за транзакции сокращается в 10 или в 100 раз? И чейны в экосистеме Polkadot позволяют кое-что из этого. И поэтому мы увидим взрыв всех этих вещей, о которых я говорю, которые внезапно станут жизнеспособными и доступными для обычного человека в любой точке мира. В результате у вас должна быть способность понимать данные и то, что происходит. Поэтому вам нужно что-то вроде сапквери. Так что это часть основы нашего плана. Да, следующим большим шагом здесь будут микротранзакции. Это то, что будут реализовывать Polkadot и другие системы первого уровня третьего поколения. И мне нравится, когда ты говоришь, что есть определенные ключевые части, которые необходимо внедрить для этого типа. Миграция в App3, и я полностью с этим согласен. Идентификация, аутентификация, инфраструктура. И под всем этим действительно скрываются данные. И возможность получать доступ к данным быстрым, эффективным и оптимальным способам. Есть некоторые статистические данные, о которых говорят люди, и я не знаю, насколько они верны, но говорят, что количество данных, которые генерирует человечество, удваивается каждые два года. Это похоже на закон Мура для данных. И еще одна важная вещь, на которой нам нужно сосредоточиться, это создание инструментов для использования огромного объема данных, которые мы генерируем, и их продуктивного использования. И это то, что мы пытаемся выполнить в саб-квери. Совершенно верно. Если предположить, что в будущем большая часть данных будет собираться ончейн, саб-квери находятся в довольно хорошем положении, чтобы стать действительно важным компонентом этого. И последний вопрос, который я хотел бы задать. Что бы ты посоветовал какому-то предпринимателю, или просто человеку, который хочет создать компанию и работать в блокчейне? С чего, на твой взгляд, ему стоит начать? Я бы назвал две вещи. Первая – форкинг другого проекта, который уже доказал, что он работает интересно, но менее интересно, чем пытаться достигнуть цели. К примеру, SushiSwap и Uniswap. Ничего такого не хочу сказать, это была полезная вещь. Они, очевидно, смогли сделать что-то ценное для сообщества Web3, даже если просто учесть успех SushiSwap и имеющуюся там ликвидность. Но более сложные вещи создают новый, существующий шаг технологий. Поэтому я призываю потенциальных учредителей сделать это. Ещё бы я сказал, что важно сосредоточиться на комьюнити, потому что Web3 – это комьюнити. И для этого не нужен кто-то, кто действительно хорош в социальных сетях или в чём-то подобном. Я видел, как мы строили сообщество с Goldfinch воочию каждый день. И дело в том, что нужно быть последовательным, давать людям хорошую информацию и рассказывать о вашем видении и о том, что вас волнует. Потому что в мире будет определённая группа людей, которым это тоже будет интересно, и вы привлечёте их, если будете просто последовательны в этом. И я думаю, что это одна из важнейших составляющих успеха этих проектов. Знаешь, я постоянно поражаюсь интересами нашего сообщества. И когда мы нанимаем новых людей с AppQuery, они всегда поражаются тому, насколько сообщество большое, как быстро оно растёт и сколько людей в нём каждый день взаимодействует. Я согласен с тобой, что нужно просто собрать всех заинтересованных на пути к цели. И можно подумать, что когда ты работаешь над этим каждый день, тебе не обязательно говорить о своём видении, целях и так далее. Как бы предполагая, что люди сами об этом всём знают. Но важно просто продолжать проговаривать это, чтобы никто никогда не забыл об этом, или чтобы все могли полностью понимать, что происходит и какие цели. Это похоже на правило, о котором мне когда-то рассказали. Ты должен знать предмет настолько хорошо, что даже если тебя разбудит 2 часа ночи, или субботним утром, когда ты спишь после хорошей вечеринки, ты всё равно должен рассказать всё в детали. И я думаю, что это имеет к этому отношение. Вот это да. Интересная у тебя практика. Может, именно я буду тем, кто тебе позвонит. Но я должен сказать тебе и остальной части команды с AppQuery, вы, ребята, действительно хорошо делаете свою работу по распространению информации, созданию сообщества и поддержанию интереса людей к тому, что вы создаёте. Вы отличный пример. Большое спасибо, Рейник. И большое спасибо, Стратос, за вашу поддержку. Есть разные инвесторы. Некоторые находятся на расстоянии вытянутой руки, а некоторые очень глубоко понимают, что мы делаем. И на другом уровне пытаются понять, как мы пытаемся развивать сообщество и развивать наши продукты. И вы определённо один из последних, поэтому мы очень ценим отзывы, которые мы получаем от вас. Так что спасибо большое за то, что пришёл к нам сегодня. Спасибо большое. И спасибо за тёплые слова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.